Итак, всем привет, с вами снова Эмбре, и это финальная наша серия прохождения за Желторосию. В ней нам необходимо победить нашего самого главного врага, британскую Индию и её союзников. Я думал, что здесь особых сложностей не будет, потому что у неё дивизий не так уж и много, но тут я смотрю на Непал, сколько у него дивизий. И вот это вот, по 31, вот здесь стоит. Они скорее просто сдохнут от голода здесь, потому что ну как ты удержишь на такой территории столько дивизий. Поэтому пока, наверное, здесь придётся постоять. Здесь же мы вполне будем атаковать, чем, собственно, и занимаемся. В конце прошлой серии мы заметили то, что как бы есть ещё союзнички. Это Гонконг и, как же ты называешься, Вэйхай. И у них, кстати, дивизий тоже немало. Ну как, для такого огрызг это вполне много дивизий. Поэтому сейчас от французского Индокитая берём и отводим эти дивизии вот сюда вот. Вот эти же, которые стоят на обороне, они уже не нужны, потому что мы Японию завалили. Их мы ставим вот сюда вот. Просто здесь как бы оранжевые поближе были. Подходите все как можно быстрее, и нужно здесь всё это дело сразу же закрыть. Но я думаю, тоже проблем особо не будет. Наверное. Возможно, не будет. Здесь занимайте позиции. Слишком они фронт сильно растянули, поэтому у них не особо здесь много чего получится. А мы спокойно количеством сейчас их задавим. Да и качество у нас же тоже есть. Ага, вот же ещё оранжевые. А, нет, это не те оранжевые. Это не те, всё. Стоим обратно здесь. Это вот эти вот оранжевые, которые уже как бы особо не участвуют нигде. Но я их подводить сейчас не буду, потому что это нафиг нам не надо. Ведь истощение погубит всех. Здесь мы сейчас просто, наверное, будем атаковать. Ага, вот ещё оранжевые. Их нужно перекинуть тоже сюда. И стрелочек вот сюда. Здесь мы спокойно загрызаем, всё отлично. Также у нас скоро будет готовое исследование. Мы уже ничего здесь изучать не можем. Всё изучено. Ну, кроме вот этих вот некоторых. И мы получим плюс 15% скорости дивизии. А ещё там у нас какая-то тактика будет. Да, вот это вот. На атаку, перемещение. Просто классно. Всё, готово. Теперь должно происходить всё намного быстрее. Ну, точнее, на 15%. Да и сражение будет происходить тоже быстро. Ну, чё, вы здесь атакуете? Ребят, чё стоим-то? Может, вас вот так вот? Да, просто так они не хотели нападать. Интересно, чё им мешало? Вопрос. Ладно, это мы тоже сейчас всё загрызаем. Без особых усилий. Вау. Мы дивизии противников, за то, что они медленнее наших, просто берём и захватываем без котлов. Потому что, как бы, они не успевают убежать. Это прям вообще читерство на самом деле. Всё, готово. Отлично. Здесь тоже уже нам необходимо нападать по-нормальному. Получится. Да, они увели свои дивизии, перевели их вот сюда вот. А здесь мы проатаковали, захватили Раджастан и здесь держим дивизии в котлах. Позабираем вот это всё дело. Бутан тоже капитулирует. Прекрасно. Вот только Непал бы за... А, всё, Непал тоже капитулирует. Классно. Ой, слушай, а если это нет? Не хотел это. Хорошо, ладненько. Захватываем. Я думаю, такого количества дивизий здесь вполне должно хватить. Давайте красный тоже вот сюда вот и захватываем всё это дело. А это чё такое? А, это флот здесь стоит. Ну ладно, хорошо, пойдёт. Ещё свободные заводы получили мы. Но я даже не знаю, куда их ставить. У нас просто всё, что надо, есть. И людские ресурсы, заметьте, как быстро растут. Потому что захватываем огромные населённые районы. Вау, посмотрите, как они растут. У нас ещё как бы приросты и так огромный, но, блин. Можно ещё дивизий клепать, сколько хочешь. Так, давайте-ка в этот вот мы вот так вот сделаем. Хоп, отлично. Танки вот сюда. Ну чё, вот и Индии конец. Давайте-ка посмотрим на потери. Она 700 тысяч потеряла. Вообще, они потеряли полтора миллиона. Мы потеряли всего 166 тысяч. Понимаете, что такое качество? Вот, блин, что такое оно. Ещё у нас просто дивизия имбовая, вот так. Да, и нас просто много. В любом случае, у нас даже просто берут и стоят, отдыхают целые армии. Вот и всё. Мы Индию забрали. Давайте-ка мы сейчас всё это дело окончательно закрепим за собой. Гонконг обязательно. Непал и Бутан. Спасибо. Просто красотень. Сейчас мы в войне с Малайей. И ещё, походу, с Сингапуром. И они все, понимаете, у нас в рамочке. Ага. А, вот всё, берем и забираем. Классно. Значит, сюда нужно делать высадку. Значит, нужно делать высадку. Я думаю, небольшим количеством дивизий это провернуть. У него всего лишь три. Причём, какие территории, всего лишь три дивизии. Ещё здесь и эти все... Ого, это уже 6-10. Чё за фигня? Какого фига здесь меньше дивизий, чем здесь? Ладно. Они все в рамочке, понимаете? Это ты вообще... Так, это у нас Малая. Вейхай сейчас мы должны забрать. Вот это Сингапур. А это чё такое? А, а это как раз-таки и Бруней. Всё. Я думаю, сюда две высадки вполне хватит сделать. Хотя, если мы сейчас Сиану загрызём... Или сделаем Альянс Сиамом. Вау. Кстати, там было возможно даже с Японией сделать Альянс. Я вам забыл это показать, но между видео я это заметил. Но не суть. Можно даже с Сиамом Альянс сделать. Можно Альянс сделать с французским и до Китая. Просто эти страны не хотят, чтобы их захватили. И всё. Они согласны на Альянс с Желтороссией. Но вы видите то, что мы не делаем марионеток, не имеем союзников. И сейчас под самый конец заводить союзников, это не особо логично. Поэтому, мне кажется, можно забить спокойно на эти высадки. Сделать завоевание и захватить Сиам и вот эту вот Петручу в Малайе. А сюда мы сделаем вполне высадку. Наверное, вот этой вот 24-кой. Или 12 танков вполне должно хватить. Ну-ка, 6 или 10. Не, я думаю, лучше 24-кой. Всё равно, пока мы там этот Сиам захватим, давайте отсюда прямиком сюда. И вот так. Всё, хорошо. А флот мы, собственно, наш... Где-то, где-то, где-то поставим. А, ну, в принципе, здесь и стоял, но мы теперь получили сюда доступ. Давайте. Могём. Ну, вот так сделаем, отлично. Я думаю, 29 вот этих вот поставлю вот сюда. Вот они как раз-таки акклиматизированы неплохо к жаре. Кстати, а вот эти? Не, они вообще никак. А эти акклиматизированы, им будет намного проще. Так что пусть они и стоят. У тебя там дивизии, кстати, не обратил... Ой, 23-45. Наверное, мы этих тоже поставим. Да, давайте тоже так сделаем. Всё, сейчас захватываем тогда Сиам и делаем высадку вот сюда. Там ты скоро будешь готова? Да, там совсем скоро. Жалко вот то, что нет исследований на высадке. Так бы мы хоть уменьшили время, необходимое для высадки. Хотя сейчас такой год, он уже 35-й. Просто слишком раннее время, наверное, и не изобрели технологии высадки, что ли. Немного странно это звучит. Но ладно, мы нападаем. И вот сюда. Потенциальные враги. Французский Индокитай тоже будет кувыркаться с нами. Вау, вот этого я не заметил. А, подожди, мы тебя аж не забили до конца. Хобана. Всё. Теперь и тебя забираем. Прекрасно. Значит, здесь 20 дивизий, здесь 12. А, 24-ка. Здесь 24-ка, но тебя поставлю вот сюда. Давайте быстрее бежать. И мы забираем ещё дополнительно и французские земли тоже. Остаются только Филиппины у нас. И всё. Только Филиппины. Самое последнее. А с ними можно сделать уже и Альянс. А давайте... А давайте сделаем с ними Альянс. Только, наверное, войну их звать не будем. А то ещё позабирают что-то. Альянс. Давайте по стандартам, как я люблю называть. Желтороссийская гегемония. На них хоть и имеет какое-то там влияние США немаленькое. Но всё-таки они сейчас ложатся под нас. Всё. Вот, их мы не будем захватывать. Пусть это будут наши союзники. Отлично. Тем более они согласились стать, считайте, он под такое название. Так что всё у нас круто. Ну чё, вы там подходите? Нет? Дивизия. А, мы уже здесь. Закрепляемся? Закреплены. Отлично. Нападаем. Союзников звать не будем. Ну, в смысле. Заберут ещё какие-то земли. Мало ли что. Атакуем, атакуем. Вот эти вот тоже атакуем. Поехали. Да, с такими бафами, конечно, ещё от исследований тут нефиг делать. Просто, блин, нефиг делать. А высадка скоро будет... А, ну всё. Теперь и высадку делаем. Сиам минус. И ещё вот эти. Металлургия готова. Продуктивность тоже готова. И выходим вот сюда. Я уже не знаю, что изучать. У нас уже всё... Осталось только вот. Вот эти вот горняки. Всякая вот эта вот фигня. Это нам вообще не нужно. Это всё слабое. Спецвойска мы... Я не знаю. Мы их вообще как бы не используем. Нафиг надо это? Оп. Мы здесь пробили. Блин, опять все сюда высадились. Просто все сюда высадились. Подожди. Ну, я надеюсь, мы здесь дивизии не потеряем. Эй. Пожалуйста. Дайте нам. Да ладно. Нихрена себе мы дивизии здесь сливаем. Это как я так? Успел, а? А ну. Давайте, короче, разбегаемся. Просто. Чего? Пустые провинции название. Пустые провинции. Как же стромно для названия столицы. Так, французский индо-Китай тоже готов. А, и вот эти мы уже захватили, блин. Даже не заметил. Там ты как? Да, блин. Надо брать пустые провинции. Может быть, все-таки мы успеем даже без снабжения их забрать, а? Ай. Это как вариант. Я надеюсь, все-таки это горит здесь, в этой вот провинции. И этого хватит, чтобы ты сдался, дружок. Давайте все-таки призовем сейчас Филиппины. Помогите хоть как-нибудь нам, пожалуйста. Ай, вы убиваете здесь. Да не убивайтесь. Иди сюда. Так, нужно строить очень быстро сейчас морскую базу. Как можно было так умудриться? Это только я так умею. Взять и послевать еще дивизии здесь. Конечно, территории такие жесткие, но все-таки. Можно было сделать все и покрасивее намного. Ох ты, это как оно так? Типа перешагивает сразу через одну? Я что-то не понимаю. Ладно. Это мы все дело захватили тоже. Тут проблемы здесь все равно нету порта, понимаете? Здесь вообще в Малайзии не имелось здесь никакого порта. Так, атаковать мы перестаем. Надо строить порт, блин. Потому что, как бы, начнутся проблемки. Черт, его и здесь тоже строить придется. Вообще не круто. Что мы делаем? У нас стоит прокладка инфраструктуры. Наверное, все-таки вот это стоило ставить для высадки более-менее нормальной. Войны заводы, помощь пострадавшим, время исследования. А на строительство морских баз здесь ничего? Да, нет. Ладно, давайте скорость восстановления дивизии. Только она не будет восстанавливаться, потому что нету снабжения. Но все-таки. Но все-таки. Давайте просто оттягивать время. Я на всякое счет здесь начну. А, нет, стоять. Тут есть морская база. А, стоять. Подожди, подожди. Эта провинция соединена с этой. Вот точечка. Пустые провинции. Значит, снабжение здесь какое-то хоть и имеется. Офигеть. Здесь же есть морская база. Во. Значит, эти вот дивизии имеют хоть какое-то теперь снабжение. Осталось только, да, спасти вот эту. Во. А я и не заметил то, что этот остров и эта вот провинция, это одно целое. И снабжение отсюда поступает сюда и на весь остров. Класс. Но все равно сейчас, конечно, им тяжковато. Потому что дивизий там много я послал. Хоть мы и потеряли здесь половиночку. Почти. Но все равно. Давайте их выгоним отсюда. И будем просто забирать вот это дело. Ну че, это конец, да? Все, ребят. Это конец. Считайте, мы захватили весь мир. Остались только Филиппины, которым просто было лень делать высадку. И тем более мы там улучшаем отношения с США. А США, они как бы контролят Филиппины. Ну, уже сейчас их мы контролим. Но все же, давайте будем дружить с США. Раз мы уже начали. Ссориться со всеми. Франция нейтралая. Италия нейтралая. США тоже нейтралая. Наверное, 150 набить. Через 100 дней будет готово. И да, дружить с США будем. Ну, это понятное дело. Если бы здесь был США, я бы с ним подружил бы вначале. А потом, конечно же, и захватил бы его. Для этого разобрался бы с Советской Россией. Хотя непонятно, кто там победили. Красные, либо же белые. И сколько вообще эта война длилась. Потому что у нас же альтернативная вселенная. И учитывая то, как здесь белые преуспели. Я думаю, там Советы немного потеряли боевой дух. Учитывая то, что здесь белые захватили, считайте, почти всю Азию. Большую часть, по крайней мере. 27 дней осталось. Мы можем, конечно же, сейчас еще и ресурсы производить всякие. Туда-сюда. Промышленная интеграция. Так, кстати, можно было одну ячейку и получить. Цензуру пресса, кстати, проводить будем. Оу. Ого, нас поддерживают всего лишь 15%. Ренханзангу. Ой, там какой-то вообще нерусский. Ой, там не русские имена. Надо, значит, цензуру прессу проводить. Запрет коммунизма также. Во. А, лол, у нас коммунизм же. Этот самый немножко на нуле. Ну ладно. Ну ладно. Так, что там у нас по США? Близкие. Теперь мы стали близкими. И мы можем посмотреть... О, господи, я даже не знал про это. Прикиньте, последняя серия. А я только что это заметил. Одну фабрику мы отдаем, получаем объем заводского производства и максимум эффективность производства. То есть, блин, мы, если бы использовали бонусы от этих вот стран, не захватывали вот этих вот, допустим, там, советские территории, то могли бы получать огромные бонусы. Мне говорили то, что, допустим, вот у Франции есть бонусы к защите. Немного странновато, учитывая то, как ее сливают. Но потом я вспомнил, что там же линия Мажино. Можно так вот со всеми подружиться и просто получать огромные бонусы. Но США, заметьте, дают производству. Просто вообще классно. Но сейчас нам оно не нужно. У нас сейчас производство, я уверен, что больше, чем у США. В раза три. Это ж, прикиньте, сколько рабочих сил здесь. Это можно Алиэкспрессов столько пана открывать, что аж переночевать негде. Ох ты ж, и корабли. Какой флот у нас сейчас? 101. Надо уже делать новый флот. Ой-ой-ой, пять морских авиалайнеров. Это, кстати, большой добав даст. Поэтому нужно разделять и делать новый флот. Но сейчас он нам совершенно не нужен. Мы захватили просто-напросто весь мир. Если вы хотите увидеть еще видео или стримы по этому моду, то опишите об этом в комментариях и ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, если вы каким-то образом еще не подписаны на него. Да, серия коротенькая получилась, потому что я сколько смог оставить предыдущей серии на эту серию, столько и оставил. Я думаю, это вот для финала будет хватать. Всем спасибо большое за просмотр. Скачивайте этот мод на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там свои вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами или общайтесь. Стена открыта. Ну а с вами был Эмбра. Еще увидимся.